Всем привет, с вами, надбор, и вы смотрите 12-й серии игры City Skylines. Те из вас, кто досмотрел до конца предыдущую серию, наверняка знают, почему сейчас игра стоит на паузе, и что сейчас произойдёт. Те же, кто не знает, показываю для вас вот в верхнем левом углу непосредственно землетрясение интенсивности у 4 и 1 балла прямо сейчас случится. И опять в том же самом месте, но, как я уже говорил, скорее всего, это неспроста, то есть игра выбирает центр вот тех вот клеток, которые на текущий момент открыты. Поэтому вот эта часть города до момента открытия новой клетки будет у нас прям очень сильно страдать от всяких там падений, метеоритов, землетрясений, торнадо и так далее. Поэтому я, наверное, в следующий раз очень хитро открою клетку где-нибудь вот в этом месте, чтобы катастрофы случались вот здесь, посерединке. Надеюсь, что так оно и получится, но мы посмотрим. По моим наблюдениям это где-то именно так и работает. Но в данный момент мы с вами ожидаем, где-то вот тут опять должно произойти землетрясение. Или где там оно показало? Вот здесь, да? Вот в этой вот зоне. Ну, скорее всего, прям вот, наверное, все-таки на трассе оно произойдет в этот раз. Вот где-то вот так вот, да? Судя по картинке по этой. Чем более 4 и 1, я надеюсь, что это не такая большая прям будет катастрофа для нашего города. Но, тем не менее, ждем. Ждем также в планах на эту серию поменять развязку. В одном месте с развязкой там тоже прикол. Ну, где же землетрясение-то, а? Сколько можно-то? В общем, давайте пока что ускорю время на третью скорость, и мы все-таки дождемся этого. Оп-оп-оп, все пошло. Да, так как я и думал, около трассы. Ну, не самый ужасный вариант, честно вам скажу. В принципе, пострадали только промзоны и немножко домиков здесь. И еще там тоже вижу. Так, что мы сейчас с вами сделаем? Значит, в первую очередь я дождусь конца зимы. Ой-ой-ой-ой-ой, оно все-таки сильнее, чем я думал. Но, да хватит уже, перестань. Игра. Стоп. Остановитесь. Все, есть, отлично. Значит, что мы с вами делаем? Ставим с вами службу спасения, потому что я ее отложил до момента, как что-нибудь не случится. Вот что-нибудь случилось, и я ее ставлю. Ее нужно где-то поставить недалеко от центра города, но в то же время около водоема, может быть, тоже. Но тут повсюду у нас водоем, так что можем вот здесь, например. Можем вот тут. Хорошее место, по-моему, очень. Давайте вот там я поставлю. Все-таки они вертолетом летают. Это все не так важно. И восстанавливаем теперь все эти дороги, которые у нас тут поразрушались. На паузе, пока еще город не понял, что произошло. Первым делом мы, конечно же, чиним трассу. Не знаю, разрушился ли тут пешеходный переход. Надеюсь, что нет. Не хочу его перестраивать совершенно. И, возможно, у нас даже получится сейчас тут мостик сделать какой-нибудь. Мне бы, по крайней мере, очень этого хотелось. И да, вроде бы как должно получаться. В какие-то моменты определенные. Удалю два этих фрагмента. Ну вот, в принципе, хорошо выглядит же. И в другую сторону то же самое. Да, начнем с этой стороны. Потрясающе, только развернуть нужно теперь. И... Да, вроде бы готово. Мне нравится, как получается. То есть мы оставим, наверное, в этот раз вот этот момент. И более того, я его даже немножко украшу. Размер кисти поменьше. Сила максимальная. Я здесь деревья уберу. Во-первых, потому что они тут все равно поломались. А во-вторых, потому что сейчас тут кое-что будет. Водичка, конечно же. Наверное, некоторые из вас уже догадались. Запас воды, конечно же, минимальный. Там 0,01. И где-нибудь источник, с какой стороны мы сделаем. С вот этой, наверное. Хотя, это не имеет большого значения. Игра на паузе сейчас, так что можно подрегулировать постепенно этот момент. И... Ну вот, вроде бы так ничего не должно затапливать. И в то же время должно смотреться хорошо. Так, восстанавливаю дальше дороги. Те, которые поломались. Это у нас такое приличное количество дорог на самом-то деле. Там дальше вроде бы все хорошо. Здесь дороги поломались. Неважно, какой дорогой мы конкретно делаем улучшения. Они все равно восстанавливаются до прежнего вида. А вот тропинки мы починить не можем. Сейчас я этим займусь. Тут, к сожалению, нам придется оставить перерубленную дорогу. Потому что мост тут как-то странно будет смотреться. Впрочем, давайте, может быть, и попробуем. Не так уж и странно на самом-то деле. Хорошо. Добавляем дальше жилую плотность, которая тут была. Восстанавливаем здание здесь. Вижу, что несколько тропинок 100% тут пропало. И вот эту тоже нужно перестроить, конечно же. Быстренько занимаемся всем этим делом. Ну, в самом начале серии, в принципе. Вы и так знали, что это будет уже. Так, ну, в целом, неплохо вроде бы выходит. И восстановил я все, кроме промзон. С промзонами тяжелее, потому что я не помню, как они шли. Ай-яй-яй-яй-яй. Что же делать? Так, по-моему, дорога шла. Неужели так? Нет, вот так дорога шла. Да, здесь у нас было такое вот закругление. Здесь что получается? Игра мне рисует здесь мост или не рисует? Рисует мост. Хорошо. Короче, будут мосты такие вот здесь проходить. И я реально не помню, было ли здесь что-либо. Но будем считать, что не было. Потому что я просто не смогу тут ничего нормального восстановить теперь. И в целом, да, можем запускать. Пожар начался, но это пустяк. Я думаю, что будет сейчас очень даже красиво. Вода начала наливаться. Конечно же, я обязательно немножко песочка тоже сюда нарисую, чтобы просто смотрелось плюс-минус поаккуратней. И надеюсь, что заработает оно очень даже хорошо. Ну, бывает и такое, правильно? Не засыпать же эту всю яму. Я жалею, на самом деле, о том, что я засыпал ту яму, которая была после падения метеорита, но... Эх, поймите меня правильно, я был чё-то немного так расстроен, и это уже был конец серии. И... Хотелось мне как можно скорее решить этот вопрос с метеоритом, ну... Поэтому уж получилось так, как получилось. Здесь же у нас вроде бы хорошо. Восстанавливается подтопление, я убрал. Хотя там нюансы, конечно, есть небольшие. Но надеюсь, что всё у нас будет хорошо, и подтапливать эту территорию не будет. Если что, то я, конечно же, немножко подопущу уровень воды, потому что явно здесь то ли немножко выше у нас идёт земля, то ли чего. Ого, давайте перепроверю. Да, немножко выше там земля идёт, но я тогда просто окружу такой же землёй и здесь. Да, пусть так будет, в общем. Немного поломал в некоторых местах, но в целом мне нравится, что получается. И теперь добавляем песочка немножко. Вот уж, наверное, не все из вас догадывали, что эта серия начнётся именно так. Размер кисти, сила кисти... Хотя нет, пусть будет побольше. И немного нарисуем песочка... Нет, сильно много, наверное, да. Эх, а малая тут и не получится, скорее всего. В общем, как-то так, и деревья я, конечно же, сейчас верну сюда-обратно. Застроим это всё. Засадим деревьями. Так, сила кисти большая, слишком поменьше. Игра не тормози, автосохранение не нужно. Кстати, по поводу автосохранения. Признаться, я... Думал вырезать этот кусок землетрясением и загрузиться автосейвом. Просто, ну, так мне не хотелось, чтобы ещё одна катастрофа шла в том же месте. Я увидел, где это землетрясение будет ещё в конце прошлой серии. И так мне прям не хотелось, чтобы оно было. Но потом увидел, что автосохранение там было чуть ли не полсерии назад. Всё это дело перестраивает. Ну, так что решил уже, ладно, будь что будет. И в целом, мне кажется, нормально. Сейчас там деревья появятся. Даже, может быть, это увеличит нам ценность земли в том месте. Ну, такое вот озерцо. Пусть будет. Не знаю, напишите, лишний ли там песок. Если вы считаете, что лишний, я его, конечно же, уберу. Дальше. По развязке тоже произошёл у меня небольшой фейл. Я её решил за кадром поставить. Я говорил, что собираюсь менять вот эту вот развязку. Однако, не всё так просто получилось. Оказывается, в редакторе оно немножко не так строит. Я её приберу всё-таки, эту развязку, в любом случае. Убираем весь этот круг. Убираем часть деревьев. Можно все, можно не все. Это не имеет значения. И смотрите, что у меня получилось. В общем, я за кадром сделал вот такую вот развязку. Это двухуровневая кольцевая развязка. Вы видите на превью здесь, как она должна выглядеть. А теперь я вам показываю, как она почему-то на самом деле строится. Я понимаю, почему это происходит. В редакторе, кстати говоря, туннелей в принципе нет. Ну, там, по-моему, модификации какие-то есть на то, чтобы их ставить. Но по умолчанию нет. Приходится жить с вот этим вот. Так или иначе, это тоже вариант. Я ставлю эту развязку. Чуть-чуть кривовато, конечно, поставилось. Но мы сейчас... Мы подкорректируем с вами мелкие нюансы с вот этими подъездами-заездами. Это не так критично. По поводу вот этих туннелей. Вроде бы как они тут не так и плохо смотрятся. Однако я бы всё-таки не хотел бы видеть здесь именно их. Поэтому я эту часть дороги удалю. И перестрою её на обычные дороги. То есть удаляем мы с вами аж вот так вот. И теперь что я делаю? Я беру вот эти вот двуполосные дороги, которые и были, и пробую. Конечно же, с дорожной анархией придётся всё это строить. Это 100% с направляющими, да. И вроде бы как вот в данном случае должно будет построить обычную дорогу, не шоссейную. А высоту я потом подправлю и подправлю в том числе... Вернее, не шоссейную, а в смысле не туннельную. Высоту сейчас мы с вами подправим здесь вот на этих вот точках. Мне нужно внести только мелкие изменения и поделать развороты-повороты на ней. Так что вот так вот мы с вами опускаем здесь. Я вымеряю высоту, на которую нужно опустить, по фонарям. Если фонари приблизительно вот на таком вот уровне, это значит, что хорошо, совершенно любой транспорт проедет, и в целом мы в безопасности. Конечно, вот эти вот точки тоже стоит опустить немножко здесь, и соединить это теперь уже с основной частью дороги. Ну, как вы поняли, это причина, по которой я не буду делиться этой развязкой, скорее всего, нигде, потому что она как-то не сильно у меня получилась. Так, это мы тоже подправляем. Это датчик землетрясения, который, кстати, сработал хорошо в этот раз. И здесь мы тоже делаем соединение. Уберу, наверное, часть здесь моста. Сейчас еще посмотрим, как это все будет сочетаться у нас с... Вот это немного я проверну, чтобы поровней смотрелось. Посмотрим, как все это будет у нас сочетаться с заездом метро. Так, это... Это должно быть не так. Строю, значит, где-то к этой отметке, и потом уже наверх. Да, высоту всех этих объектов мы сейчас с вами выровняем плюс-минус. Значит, мне нужна высота этого, и... Пожалуйста, выровняй до высоты вот этого объекта. Потому что сильно у нас торчит теперь метро из-за общего изменения уровня. Хотя мы с вами можем и этот момент подкорректировать. Давайте все вот эти вот точки поднимем до уровня моста. Вот так вот, отлично. Вроде бы это то, что и было. Заезды и относительно плавные у нас получаются. Меняем направление дорог на конец. И дальше уже сможем нормально ехать. Так, везде поменял. Нет, не везде. Все, отлично. Часть развязки уже функционирует. Большего мне и не нужно в этом плане. Я только сейчас приберу... Вернее, так, отстрою здесь центральную часть обратно для того, чтобы нормально у меня не поломалась эта развязочка при... А как-нибудь уже сделаю, ладно. При соединении вот этих фрагментов... Да, тут у меня велосипедная часть. Однако я не буду делать велосипедную часть и дальше. Здесь же удаляем тоже, чтобы ровно соединить. Да, ломается немножко дорожка, но деваться некуда. Я ее просто перестрою сейчас, чтобы все было у меня ровно, правильно и одинаково. Плюс-минус. Ну, где-то вот так вот она шла. Да, вроде бы можно с этим жить. Включаю игру, и все теперь будет работать абсолютно правильно. Сейчас они разъедутся, поймут, что тут в другую сторону надо ехать. Момент один. Я не в ту сторону повернул тут всю трассу целиком. И да, вроде бы все хорошо. И, конечно же, центральную часть я тут удаляю. Таким образом, у меня будут машинки, которым нужно проезжать прямо, проезжать прямо. Ваш кэп. А те, которым не нужно проезжать прямо, будут не проезжать прямо. Немного закруглю, чтобы аккуратней смотрелось. И вроде бы да. В плане компактности немногое у нас поменялось, но я думаю, что теперь намного будет более правильно двигаться тут транспорт, и намного меньше проблем будет создаваться. Но я думаю, вы уже заметили, что те, кому надо, проезжают просто прямо по этой дороге, и проблем никаких у нас нет. И, кстати, это та причина, по которой я не сильно спешил застраивать вот эти вот районы, потому что я понимал, что мне придется перестраивать развязку. Я это понял в прошлой серии, и поэтому решил не строить до момента, пока не появится эта развязка здесь. Однако удивительно, я думал, что она будет занимать побольше места. Я не сильно могу понять, почему у меня здесь съехала разметка дорог. Может быть, из-за тропинки вот здесь, может быть, еще из-за чего-то. Но вот часть дорог, как вы видите, немного куда-то уехали. Ну ладно, это не имеет большого значения. Как и прежде, здесь у меня будут идти высокой плотности и симметрично с этой стороны. Да, понятно. Да, и здесь давайте тоже высокой. Че, я буду мелочиться? Уже пора город расстраивать, он у меня все мелкий такой. Вот, а так будет хорошо. Все-таки масштабность города должна расти постепенно. Я, кстати, не просто так сделал здесь не шоссейную дорогу на кругу. Это для того, чтобы люди могли по вот этим тропинкам дойти и по возможности перейти по этому кругу на другую сторону. Не хотелось мне делать это именно шоссейной дорогой. Да, я мог бы сделать отдельную пешеходную часть, по которой люди бы двигались. Однако, мне кажется, что, учитывая, что здесь есть уже внизу трасса, шоссе идет, то сверху люди могут пройти абсолютно безопасно. Здесь машинки не очень быстро едут. Возможно, даже стоит где-то быстрее это включить. О, и, кстати, по поводу вот этого мода на развязке. Друзья, я не... вернее, на эту. На новой линии я его не сильно в нем успел разобраться за прошлую серию. И, оказывается, тут намного больше есть фич, чем мне показалось изначально. Смотрите, в чем прикол. По поводу разметочки. Здесь ее можно менять в некоторых местах. То есть тут мы, например, хотим видеть цельную линию, сплошную. И если мы выберем, например, вот этот вот отрезок, то мы можем его разбить на две разные части. И второй отрезок, например, сделать уже из сплошной линии. То есть вот так вот. И то же самое касается, например, и вот этой вот линии тоже. Мы можем его разбить одну часть до вот этого отрезка, а другую часть сделать отсюда вот сюда, например. И здесь у меня будет сплошная линия тоже. Таким образом мы получаем максимально правильную разметку, которая здесь только может быть. И вот как-то так. Но я этим не буду сейчас заниматься. Я это за кадром подрисовываю. Но идею главную вы поняли, что так, оказывается, можно делать. То же. Потому что я раньше делал закругленную разметочку, однако вот. Город построился. Отлично. Это означает, что мы можем дальше с вами развиваться. Так, и где у меня там разметка? Я думаю, перетащу несколько камней ближе к развязке. Тут у меня, я знаю, дома уже должны строиться, но все равно. Так, и вот это, это другой камень идет уже. Ну, вроде бы как они прям хорошо становятся. Именно до зоны застройки достают и все, и не дальше. Да, пусть будут такие камушки при въезде. Давайте посмотрим. То есть вот так вот получается. Это все видно. Мне кажется, хорошо получается, да? Очень даже интересно было бы проходить. Я еще добавлю деревьев вдоль этой трассы. Давайте займемся этим прямо сейчас. Я понимаю, что многие из вас ожидают, что я прям буду супер быстро развивать город. Там как-то просто размечать зоны без остановки. Но это, друзья, не так. Мне хочется, чтобы зоны выглядели красиво и аккуратно. И у нас это не получится сделать, если я буду делать как попало. И не уделять внимания таким вот, ну, казалось бы, не очень крупным деталям. Тут у меня низкая жилая плотность была. Верну ее. И теперь мы можем зарисовать деревьями какую-то часть. Конечно же, я говорю о вот этой. Плотненько-плотненько. И внутри развязки тоже, кстати говоря, сделаем. Ту часть немного тоже можем зацепить по ту сторону проспекта. Здесь немного можем. Неважно, там внутри развязки, не внутри развязки. Хорошо выходит. Добавлю везде, где только можно. Где они попропадали. Может быть, после падения всяких метеоритов, землетрясений и так далее. И всю вот эту вот зону, где дома не построились, я, конечно же, тоже добавлю тут деревьев. Ну и вот здесь вот, да, ближе к развязке. Чтобы мы уже понимали общую картину, как это будет. Вот так вот. Вот, совершенно же по-другому. Ну и тут между, наверное... Немного прочее еще здесь. Около развязки все-таки это уже чересчур. Между этими полосами. Смотрите, да, сразу городочек преображается. И выглядит намного лучше. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Деревья реально спасают в большинстве случаев. И вот это один из тех. Супер. Ну, а теперь уже эту зону можем продолжать спокойно застраивать дальше. Как мы тут поведем? Мне бы очень не хотелось сделать как-то совсем уж просто, но в то же время здесь нет сильных изменений ландшафта, которые бы требовали от нас каких-то выкрутасов сильных. Вот разве что здесь, да? Можем интересную какую-то набережную построить. Давайте так мы с вами и поступим. Вот тут идет главная, да, такая дорога, а тут не главная. Так, вот приблизительно так у меня идет здесь. Закругление можем сделать. И прямо сюда. И здесь какой-то ресторан на пирсе, типа, построить или что-то в таком духе. Здесь же тоже делаем так. Почему я стараюсь не строить кривые линии там, где нет изменений в ландшафте? Потому что это не очень реалистично. Как правило, в городах строят прямые дороги там, где это возможно. И поэтому очень странно выглядит город, где вроде бы как все хорошо с точки зрения ландшафта, но все равно дороги кривые. Вот. А здесь вроде бы получается вот такая вот тема. Построю здесь парк большой. Ну, как большой. И как построю? Просто размечу здесь какой-нибудь парк прикольный. Будет ли это достопримечательность, или это будет именно что-то такое? Конюшня верховых лошадей. У нас такая вот есть площадочка, конюшня. Конюшня. Стоит ли тут конюшня? Ну, наверное, не стоит. Давайте сделаем такой парк здесь. Я понимаю, что эти парки у нас уже стоят с завидной регулярностью. Однако, все-таки, все равно они работают, на мой взгляд, и работают очень даже хорошо. Нам-то главное, чтобы люди тоже радовались жизни, живя в моем городе. Чтобы было побольше парков. Так, есть несколько дополнительных соединений. Всегда помогает людям проще добраться, зайти в этот парк. И тут будет дальше высокая жилая плотность. Но для этого мне нужно немножко тут еще с этим парком поработать. Вот как-то так мы с вами сделаем. И вот эту вот зону застроим такими высоточками вокруг этого парка. То есть пусть парк будет внутри, как будто бы это дворик такой у домиков идет. Они потом повырастают, будут такими достаточно высокими, и будет, мне кажется, хорошо. И, наверное, вот этот кусочек тоже в таком случае я сделаю из высокой плотности, чтобы оно как-то дополняло друг друга. Да, все-таки, наверное, парковка на этой дороге выглядит странно. На самой развязке парковки нет, а вот в этой зоне, там, где еще нет велосипедных улочек, поотменяем. Просто очень странно все это дело выглядит, если этого не оставлять. Сами понимаете. Так, хорошо. Зарисовываю еще вот эту вот зону. И здесь, как я и говорил, построим какую-нибудь кафешку на пирсе. Это всегда смотрится очень интересно. Итак, у нас, значит, идут вот такие вот варианты, что тут есть. Рыболовный пирс. Ну, может быть, не даже кафешку, а просто рыболовный. Тоже выглядит прекрасно. Главное, чтобы он соединялся хорошо с нашей зоной всей. И нет электричества. Ну, понятное дело, откуда ему тут взяться. Есть, да? Схватил, сделаю это. И мы с вами сделаем, возможно, небольшую зону коммерческую где-нибудь... О, кстати говоря, по поводу зон коммерческих и так далее. Я смотрю, что тут интересное местечко есть. Мы можем и тут тоже сделать пляж. Только для этого мне нужно зарисовать это все дело песочком. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, не так сильно. Вот так вот. И немного, может быть, разгладить вот тут эту часть. Или наоборот, даже не разгладить, а сделать ее более резкой. Прямо впритык к этому обрыву максимально, как мы можем. Ну, ладно, тут все-таки моменты можно разгладить. Вот так вот. То есть совсем уж резкий обрыв. И тут я, конечно же, обязательно добавлю набережную. Ну, без этого никак. Набережных у меня две. Это вот такая вот новая модовая. Давайте попробуем в первую очередь ее протянуть. Но ее нужно протягивать очень аккуратно. Я ее дотяну где-то до вот этого момента сейчас. И пока что на этом успокоюсь. Потому что, видите, у нее есть такие вот нюансы, из-за которых ее нужно прям очень сильно поправлять. Чтобы она прям идеально подходила к самой дороге. И, ну, это требует времени определенного. Я сейчас просто размечу, но основную работу проведу, конечно же, потом. Потому что не хочется как-то тратить на это ваше время. По сути, тут ничего такого веселого нет в этой набережной. Но для виду, для виду, я сейчас сделаю базово ее установку, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот где-то так она пойдет у меня. Тут краешек чуть-чуть некрасиво получился, но... Вот. И такая вот набережная, она смотрится очень хорошо. То есть это слегка защищает людей от подтопления, укрепляет эту стенку, чтобы она не обвалилась. Но прям неплохо, скажем так. Ну все. Кто-то построился, кто-то не построился. Пляжик мы с вами набросали. Я сделаю сейчас тут разметочку в этой вот зоне. Вот так, без соединения с той. И последние штрихи, скажем так, в этом райончике небольшом. Еще здесь тоже высокая плотность пойдет. И ждем, смотрим, как получится. По поводу старших школ. Кстати, некоторые из вас писали, что, видите ли, я мало ставлю старших школ. Вернее, средних. Средних школ. И да, наверное, вы правы. У меня она пока что только одна. Вот в этой части города. А, кстати, по-моему, была еще одна. Была еще одна вот здесь наверняка, но ее разрушило при землетрясении. Я прям уверен. Так, это что мне здесь? Проблемы с метро? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как я мог это упустить? Землетрясение затронуло и метро тоже. Вот это то, чего я, конечно, не ожидал. И это печалька. Придется обвести тогда этот канал, в принципе. Потому что будет плохо смотреться, если я прям в нем проведу это метро. То есть мы с вами вот так вот делаем. Рядом с ним. Все, линия должна будет починиться сейчас. Как это я так упустил? Ну, хорошо, что хоть метро частично работало. Эта линия должна будет сейчас починиться. И, конечно же, я поставлю хотя бы одну старшую школу в двух местах в этом городе. Значит, одна пойдет... Где у меня... Я прям напротив автобуса поставлю старшую школу. Не вылез я на дорожку. Не вылез, но вот домики придется посносить. Раз... А, они сами уже снеслись. Ну, паркуны, в принципе, как обычно. Но зато очень удобно. Подъехали прямо на автобусе к школе. Я считаю, что место очень хорошее получилось. И, конечно же... Конечно же, мне нужно будет еще ее и тут поставить. Электричество сейчас добьет. Домики уже должны будут построиться. Давайте одно коммерческое здание какое-то тут кинем. Вот. И на самом деле даже одной, наверное, и достаточно будет. Потому что доступность хорошая теперь. А младшую школу мы... А что и млад... По-моему, и младшая здесь тоже была. Но и она уничтожилась. Тем же землетрясением. Эх, я это пропустил. Все, да? А может быть, ее и не было здесь. Или не землетрясением, а этим метеоритом еще. Ну, давайте вот тут поставим. И дорожку эту переложим тоже. Так, уберем эту привязку к направляющим, чтобы у нас получилось протянуть ее ровно здесь. Все. Теперь уже восстановил справедливость во всем городе. Электричество у нас появилось в этом районе. Посмотрим, что мы за сегодня успели. Новый кусочек района. Пляжик небольшой. Ну, понятное дело, этой зоне я все-таки не так много внимания уделил. Рассадили деревьев. Построил я новую развязку. Я надеялся, что немного быстрее с ней дело пойдет. Однако не получилось у меня за кадром подготовить ее прямо в идеале. Очень хотелось, но не получилось. Однако машинки по ней ездят очень даже хорошо. В линиях мы разобрались еще лучше. И, конечно же, новая территория с землетрясением, с пляжиками, с вот этим каналом. Домики отстроились, деревья выросли. Друзья, напомню, что я прошу от вас информации, стоит ли мне здесь оставить песочек или же песочек поубирать. Но и на этом будем заканчивать. Друзья, всем спасибо большое, что смотрели. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня на Патреоне. Ссылочка на него в описании. Кто желает присоединиться, можете заглядывать. Также в описании есть ссылка на сервер Дискорда. Это, грубо говоря, чат нашего канала. Конечно же, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии, пожелания. И увидимся в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова